Александр Сергеевич Пушкин И можно с уверенностью сказать, что больше всех его любили бабушка и няня, которая была простой крестьянкой. Любить Россию, понимать поэзию своей страны, узнавать богатый и милый сердцу русский язык научила Пушкина его няня Арина Родионовна. Пушкин посвятил своей няне два стихотворения. Одно из них он так и назвал «няня». Второе стихотворение «Зимний вечер». Пушкин писал о своей няне с сыновьей любовью ласковые и нежные слова. «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя!» Тогда же, в раннем детстве, произошла первая краткая встреча Пушкина с царем Александром I. Гуляя с няней, маленький Саша чуть не угодил под копыта коня императора. Трагедии удалось избежать, Александр удержал коня. Когда Пушкину исполняется 12 лет, он уезжает из Москвы в Петербург, где поступает учиться в лицей в Царском селе. За время учебы у него появляется много друзей. Учась в лицее, он пишет много стихов. Окончив лицей, Пушкин посвятил себя литературе. Первой его изданной книгой стала поэма «Руслан и Людмила». В 1820 году по приказу царя Александра I за вольнолюбивые стихи Пушкина выслали на юг России. Там он написал поэмы «Кавказский пленник», «Пахчисарайский фонтан», «Цыганы», стихотворение «Ночь», «Демон», «К морю». Затем поэта сослали в Псковское имение его родителей, село Михайловское. В Михайловском он создал трагедию «Борис Годунов». Почти закончил роман в стихах Евгений Онегин. Вернувшись из ссылки, Пушкин написал повесть «Капитанская дочка», поэмы «Полтава», «Медный всадник». В 1830 году Александр Сергеевич Пушкин сватается к Наталье Гончаровой. Перед женитьбой решает посетить деревеньки Кистеневку, находящуюся недалеко от своего имения в Болдине. Там он вынужден задержаться почти на три месяца из-за эпидемии холеры в Москве. Этот период в жизни Пушкина назван «Болдинской осенью». Пушкин очень любил осень. В это время года он работал вдохновенно и писал прекрасные стихи. «Октябрь уж наступил, уж роща тряхает, последние листы с ноги в своих ветвей. Дохнул осенний хлад, дорога промерзает. Журча еще бежит за мельницу ручей». А для детей он писал волшебные сказки. Эти сказки любили слушать не только дети, но и взрослые. В низеньком домике Арины Родионовой в теплом сумраке родились все эти замечательные сказки о рыбаке и рыбке, царе Салтане и много других. В синем небе звезды плещут, в синем море волны плещут, туча по небу идет, бочка по морю плывет. В 1831 году Пушкин женится на Наталье Гончаровой и переезжает в Петербург. 27 января 1837 года, защищая честь своей жены, Пушкин дрался на дуэли с французским бароном Дантесом и был смертельно ранен. Через двое суток, 29 января, Александр Сергеевич умер. Похоронен поэт недалеко от своего родового имения села Михайловского на территории Святогорского монастыря. Более 100-90 памятников Александру Сергеевичу Пушкину установлены во многих городах и странах мира. Величайший российский поэт Александр Сергеевич Пушкин, написавший множество гениальных стихотворений, рассказов и поэм, прожил недолгую жизнь, но память о нем осталась в его произведениях.